Привет, друзья! Очередной день и очередные новости. Виза и Мастеркард объявили о приостановке всех операций в России. Что это для нас означает? Давайте разбираться. Заранее, сори за возможный шум перфоратора, у меня соседи сверху делают ремонт. Ну, можно только порадоваться, значит, у них есть деньги, чтобы в нынешние недешевые времена это делать. Так что они уже достаточно наказаны за свой шум. Итак, что же для нас с вами означает, что виза и Мастеркард остановили, ну, временно приостановили, по крайней мере, операции в России? Это означает следующее. Если у вас карта российского банка и на ней написано виза или Мастеркард, то в России вы спокойно сможете продолжить ей все оплачивать. Единственное, Apple Pay и Google Pay работать не будут, но по старинке открываем кошелек, достаем карточку, прикладываем к терминалу и все нормально работает. Здесь проблем нет. У нас все работает на нашей внутренней системе, так что все хорошо. Но выпущенные в России карты не будут работать за пределами Российской Федерации, в зарубежных онлайн-магазинах и не онлайн-магазинах, на зарубежных сайтах и так далее. Есть исключения. Есть страны, которые принимают карты МИР. Это Турция, это Эмираты, это Вьетнам, это Армения, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Казахстан, Южная Осетия, Абхазия и Кипр. Но это на сегодняшний момент. Дальше. Зарубежные карты, имеется в виду карты, выпущенные зарубежными банками, не смогут работать в России. Поэтому, если вы приезжаете откуда-то с зарубежной карточкой, в России вы на нее ничего не сможете абсолютно купить. Дальше. Если вам нужно сделать валютный перевод из России за рубеж, это можно. То, что карточки не работают российские, это не значит, что валюта не входит и не уходит. Если у вас валютный счет в банке, который не отключен от Свифтан, то вы спокойно можете за рубеж отправлять переводы в иностранной валюте. Но есть ограничения. Переводы от физлиц к физлицам ограничены суммой в 5000 долларов в месяц. Если это переводы от физлица для оплаты каких-то зарубежных услуг в пользу каких-то иностранных организаций, то суммы могут быть и больше. Единственное, вам банк может потребовать предоставить подтверждающие документы, в честь чего вы это все дело переводите. Но переводы в иностранную валюту из России в Россию, они проходят, но только в отношении банков, которые не отключены от Свифта и у которых нет закрытых корсчетов в соответствующей валюте, в которой вы хотите сделать перевод или принять деньги. Также напомню, что у нас нельзя отправлять иностранную валюту на свой личный счет за рубежом. Пожалуйста, помните об этом. Итак, в сухом остатке, что же нам сейчас со всем этим делать? Ну, я подготовила несколько вариантов. Смотрите. Если вы сейчас находитесь за границей с российской карточкой, срочно снимайте кэш. Скорее всего, мгновенно виза и мастер-карт все не пристановят, поэтому у вас есть некоторое время. Но нужно быстрее двигаться. Дальше. Если, ну, по какой-то причине вам критично возможность оплачивать что-либо в зарубежных онлайн-магазинах и так далее, и так далее, вам нужна вот карта, которая работает, ну, вы технически находитесь в России, то это значит, что вам нужно открыть счет в зарубежном банке и к нему выпустить карту. В Европе это уже, я бы сказала, нереально. Можно пробовать такое делать, ну, скажем, там, в Эмиратах, в Турции, может быть, в наших ближайших СНГ-республиках попробовать. Но это надо смотреть в конкретный момент времени, потому что все меняется. И сегодня это возможно, а завтра это, может быть, уже невозможно. И закладывайте расходы. Вполне возможно, что может потребоваться личный перелет. Вот. Если вам нужна карта для того, чтобы вы могли путешествовать вне России и ей расплачиваться, то самое простое, что можно рекомендовать, это просто, ну, вот, условно, ездить в те страны, которые принимают карты МИР. Турция, Эмираты, Вьетнам, например, ну, и так далее. И здесь можно сказать, что, вот, особенно Турция, Эмираты, неплохие направления, потому что туда, по крайней мере, небо не закрыто. Вот такие основные рекомендации. Поэтому сейчас вот именно снимать рублевый кэш, я думаю, что смысла абсолютно нет, потому что как раз рублевые транзакции работают. Единственное, пострадавшими могут быть те, которые находятся вне Российской Федерации. Там, да, надо срочно снимать кэш, потому что российские карточки могут вот-вот перестать работать. Друзья, я остаюсь с вами на связи и буду выпускать ролики максимально оперативно, как только смогу. Спасибо. Спасибо.